Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101FM. Он привел в пример ситуацию с домом номер 193 по улице Ленина, на месте которого должен был появиться детский сад. Глава города Владимир Быков пообещал ответить на сформулированный депутатский запрос на следующем заседании Гордумы, после чего Вознесенская была утверждена в должности. Среди приоритетных направлений ведомства новая глава обозначила оптимизацию структуры муниципальной собственности, внедрение контрольных показателей эффективности управления имуществом, расширение использования механизмов фронтной оценки. Приватизация имущества, по словам Вознесенской, будет проводиться исключительно в случаях, когда муниципалитету потребуются деньги. Программа «Экономика». Детский мир освободят от арендной платы и реконструируют. Такое решение приняли накануне депутаты Кировской Гордумы. В частности, муниципальному унитарному предприятию «Детский мир» предложили передать в хозяйственное ведение помещение одноименного магазина на береговке улиц Комсомольска и Октябрьского проспекта. До сих пор предприятие платило за магазин арендную плату в размере почти 7 миллионов рублей. Передача здания в хозяйственное управление позволит реализовать мероприятие по реконструкции его путем дополнительного пристроя порядка тысячи квадратных метров. Строительные работы будут проведены за счет собственных средств предприятия, ранее направляемых на арендную плату, а также за счет кредита на 5 лет, который «Детский мир» надеется получить в скором времени. Все это позволит в дальнейшем увеличить прибыль предприятия и повысить рыночную стоимость объекта. По предварительной оценке затраты на переустройство магазина составят порядка 30 миллионов рублей. Начало реализации проекта планируется на второй квартал следующего года. Окончание строительства на четвертый квартал. Программа «Эхономика». В Киров привезут изделия художественных промыслов со всей России. В выставке «Кладовая ремесел», которая пройдет в областном драмтеатре 4 и 5 ноября, примут участие 195 ремесленников из 14 регионов. Кировские мастера представят дымковскую игрушку, изделия из глины, лозы, бересты и другие виды промыслов. На фестивале можно будет купить авторские работы, а также научиться их делать своими руками. Кроме того, запланирована деловая программа. Эксперты по выставочной деятельности и промыслам из Москвы два дня будут проводить семинары для ремесленников. Их научат правильно продвигать свои изделия, взаимодействовать с бизнесом и завоевывать корпоративный сегмент. Курс валют по данным Центрального банка на 1 ноября. Доллар потерял 16 копеек, он стоит сегодня 31 рубль 37 копеек. Курс евро упал на 6 копеек, до 40 рублей 60 копеек. Мария Петухова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.